Привет с вас, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. Ну что, вышла очередная рубрика на этой неделе, и теперь нас ждут изменений экзотической брони. Перед этим пара нюансов, достаточно коротко. Первый нюанс заключается в том, что в первую неделю не будет отключена сила в плане испытания Осириса. Они объясняют это тем, что технически уже игра ушла у них, грубо говоря, в печать, и они смогут это отключить только 17 марта. Как они пишут, что вряд ли найдутся умельцы, которые смогут прокачаться в несколько дней очень-очень быстро себе артефакт. Я тут с ними абсолютно согласен, хотя я думаю, такие найдутся. Переходим к следующему пункту. Сила у нас, как я понял, будет 1000 благодаря мощному снаряжению и 1100 благодаря сверхмощному. Вопрос заключается в другом, а будет ли это как-то влиять на город грез, потому что в свое время все-таки ходили слухи, что при 1000 силы все-таки у нас развеется проклятие над городом грез. С нового сезона вы не сможете купить яркие инграммы у Эверверс. Они станут доступны только в рамках сезонного абонемента. Ну, по крайней мере, появляется какая-то эксклюзивность. Теперь после 100 уровня есть смысл прокачивать. Напоминаю, там за каждые 5 уровней вы получаете данную инграмму. Ну и последнее, что стоило бы отметить перед тем, как мы перейдем к изменениям экзотической брони по поводу легендарных инграмм. Если я правильно понял, то с нового сезона легендарные инграммы, как и экзотические инграммы, будут выдавать вам все-таки шмотки более качественного уровня, чем есть сейчас. Я даже далеко ходить не буду на самом деле, когда у тебя выпадает экзотика, там, 52 по статам, да, легендарка, там, 51 по статам, а Синь, например, 55 по статам. Так что это абсолютно правильное решение. Также расширили количество доступных наборов брони для дропов мира, да, до 11, ранее это было 3. Это будет включать в себя броню фракции. Напомню, это гонка фракций. По этому поводу я говорил в предыдущем ролике, так что наверху будет ссылочка, обязательно посмотрите, если вам интересно. Ну чё, погнали теперь смотреть, что же изменится у нас в плане экзотической брони. Начнем мы с титана, а именно пепельного обряда. На данный момент плазменные гранаты теперь быстрее летят и взрываются при ударе. Что же изменится тут в этом плане? Убийство врага с помощью плазменной гранаты во время ношения этого экзотика возвращает энергию гранаты. Количество энергии, возвращаемой, зависит от уровня убитого врага. Далее идут тапки МК-44. Тут уменьшили задержку от спринта. 0.5 секунд, ранее было 1.25. Далее у нас идет одноглазая маска. Помните, у нас есть ВХ, когда у вас стрянул противник, у вас месть на нем горит, и вы увидите через стены. Все с нового сезона этого не будет. Будет подсветка целей, не более, через стенки вы ее не увидите. Помимо этого, когда вы убиваете противника под местью, у вас идет там 5 или 5.5% дополнительного урона. Это также вырубают. Но возвращают маски щит, да? Который будет действовать не 8 секунд, а 6 секунд. Что касается клыков погибели, это, напоминаю, руки для пустотного титана. Исправлен баг, из-за которого иногда давало энергию суперспособности от убийства в ближнем бою, когда вы находились в суперспособности. Переходим к тапкам, идущим по дюнам. Увеличен радиус статического заряда до 20 метров. Ранее было 12 метров. Что касается знаков антея, я не совсем понял. Перевод. Щит, созданный во время скольжения, больше не пропускает урон. Напомню, когда вы и так скользили, он также не пропускал урон. Возможно, какой-то тип урона он все-таки пропускал. Ну, а теперь давайте по пунктам, что касается у нас именно пепельного обряда. Появятся сборки на откат гранат 100%. И это, кстати, будет достаточно интересно. Со знаками антея, я думаю, молчу изменится. Клыки погибели, просто решили побалансить. Идущий по дюнам, я тоже думаю, вряд ли что изменится. Как и с МК 44-ми. А вот что касается у нас одноглазой маски, мне кажется, она становится более универсальной. Основной бонус ее для ПВП-ВХ убирается. Да, и на мой взгляд, могут выйти новые экзотики. Хотя возвращается у нас щит, который будет действовать, о господи, на 2 секунды меньше. Ничего страшного в этом не будет. То, что убирают 5% урона, ничего тоже страшного в этом нет. Так что, в общем-то, катастрофы я в этом не вижу. Ваша выживаемость в ПВЕ повышается, и вы можете использовать эту маску уже в ПВЕ, потому что есть дополнительный щит. Помимо этого, не забывайте, что в плане перестрелки, ваша живучесть в ПВП будет выше, чем у противника. Переходим к Варлоку, обожествляющая Вуаль. Взрыв теперь срабатывает на мощных рукопашных атаках, как против ботов, так и против стражей, а также добивающих ударов. Радиус урона от взрыва, создаваемая этой экзотикой, увеличивается в зависимости от уровня поражения врага. Теперь гарантированно выпадает с минимальным интеллектом плюс 16. Далее мы переходим к экзотику Дух Противоречия. Уменьшено уменьшение урона, получаемое с помощью этой экзотики с 20 до 40%. Далее переходим к Лику Правды. Бонус от этого экзотика теперь увеличивает урон от гранат на 10 секунд за стак. Бонус на скорость перезарядки гранат союзников теперь срабатывает, когда вы используете гранату. Ну и помимо этого, еще дает текстовое уведомление по поводу союзников. Змеевидный аспект теперь увеличивает дальность атаки всех рукопашных атак варлока, даже если способность перезаряжается. Ну и теперь по поводу кровавой алхимии. Она получила полный редизайн. Его новый бонус – кровавая магия. Позволяет владельцу приостанавливать таймер обратного отчета любого разлома, в котором он стоит. А убийство от оружия увеличивает продолжительность разлома. Что касается змеиного аспекта, как это была, экзотика для пвп станет она, на мой взгляд, более актуальной. Что касается вуали, мне кажется, тут тоже можно сделать достаточно интересные сборки. Про алхимию тоже достаточно интересный бонус. Что касается ликоправды, все-таки 10% от урона гранат тоже можно что-то тут похимичить. Напоследок мы переходим к охотнику. Тут у нас идет установка орфей, что же тут изменится. Максимальное количество ульты, которые вы можете восстановить из орфеев, с помощью пустотного выстрела, составляет 50%. Далее мы переходим к жалу хепри. Все домовые шашки наносят 150% урона при ношении этой экзотики. Переходим к морозникам. Измена способностей регенерации, чтобы она больше не складывалась мультипликативно с другими генерирующими способностями других классов. Переходим к капюшону киллера. Эффект невидимости исцеления теперь срабатывает для усиления рукопашных, как против стражей, так и против ботов, а также финишеров, то есть добивающих ударов. Продолжительность невидимости, предоставляемая этим экзотиком, увеличивается в зависимости от поражения врага. Убийство посохом больше не активирует этот бонус. Ну и напоследок хребет молодой Ахамкары увеличивает радиус взрыва гранат-ловушек на 14%. Что касается хребта молодой Ахамкары, усиливают перчатки. Что касается жала хепри, дымовые шашки, что дают вам 150%, на мой взгляд, вот эта экзотика заиграет воспитание Хасириса. Ну, морозники, на мой взгляд, просто пытаются забалансить. А вот в плане Аверфеев у меня такая двоякая ситуация, потому что это одна из моих любимых экзотик в плане ПВЕ. В общем, я как понимаю, они пытаются реанимировать какие-то старые экзотики, которые неактуальны, и принизить текущие актуальные, чтобы найти между этим баланс. Где-то есть минусы, где-то есть плюс. В общем, посмотрим. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok